Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете про правильное питание, профилактику, лечение, народными средствами, продуктами питания, средствами официальной медицины. Сегодня решил написать видео, на мой взгляд, на очень интересную тему про грецкие орехи. И просмотрев его до конца, вы узнаете, чем полезны грецкие орехи. Вы также узнаете, кому полезны, а кому опасны для здоровья грецкие орехи. А также вы узнаете, как правильно использовать известный рецепт академика Амосова, в котором главную скрипку играют грецкие орехи. Смотрите видео дальше. Чем же полезны грецкие орехи? Номер один по количеству – это жир. Ядро грецкого ореха содержит около 60% жиров. Это достаточно концентрированный источник жира. И при некоторых состояниях может навредить вашему здоровью. Ну, кому противопоказанные орехи будут немножко позже. А первично жир появляется в ядрах для того, чтобы обеспечить высокую схожесть весной. А соответственно предупредить высыхание и перемерзание зародышей. Вторично жир используется на быстрый рост растений. Как энергетический, так и пластический материал частично расходуется, вернее появляется из этих жиров. И от сезона к сезону меняется содержание жиров в плодах. Чем более засушливый год, тем больше жиров будет содержать грецкий орех. И это важно учитывать. Но! Жир своим количеством отсекает одни заболевания и условно противопоказан при некоторых состояниях здоровья. А качественно он может быть противопоказан всем. Поэтому перед тем, как купить грецкие орехи, нужно выяснить качество жира в них. Вы это можете сделать не раскалывая орех и не пробуя его и не отправляя в лабораторию. Достаточно задать продавцу один простой вопрос. Каким образом сушились грецкие орехи? Если вам будет сказано, что лежали при комнатной температуре, Около 20-25, может быть 30 градусов. И легком сквознячке орехи сохли практически самостоятельно. Влага из них уходила постепенно, не экстремально и жир не испортился. Если же вы увидите ожоги на поверхности ореха. Или вам скажут, что на печке сушили, прекрасно получилось или в печи. Такие орехи брать не стоит. Разве что если вы понимаете, что они высохли относительно недавно. То есть вы берете их в августе, максимум в сентябре и используете сразу. Потому что при нагревании растительное масло начинает портиться. И так как я советую обычно выбирать масло холодного отжима или холодного прессования. То есть без нагрева, когда произошло отделение жиров от источника. В этом случае масло наиболее полезно. При нагревании масла, неважно это при отжиме, при высушивании, произошло, многое меняется. А при нагревании до высоких температур, масло становится просто канцерогеном. Поэтому способ высушивания грецких орехов, очень серьезное влияние имеет на их дальнейшую судьбу в вашем организме. И влияние на ваше здоровье. Это важно понимать и правильно использовать. А вот какие еще компоненты присутствуют в грецких орехах. И как их правильно использовать для здоровья. Вы узнаете прямо сейчас. Номер два по количеству грецких орехов. Это белок. И белка содержит ядро немало. Около 13%. И кажется, что это ценный продукт питания. Да, орехи реально ценный продукт питания. Но при правильной подготовке. Очищенное ядро нужно перед употреблением подогреть. Потому как пищеварительная система сырой растительный белок не очень готова переваривать. Он может уйти по кишечнику. И стать питательной средой для патогенной микрофлоры кишечника. Обострить дисбактериоз кишечника. Обострить состояние поджелудочной железы. Панкреатит будет реагировать на это. Печень может реагировать суставы. И чтобы всего этого не делать. Вам нужно ядро подогреть. 50-60 градусов. Этого вполне достаточно. Чтобы белки, содержащиеся в рифах, разрушились. И запустить процесс переваривания будет легко. Дополнительный бонус, который вы получаете в этом случае. Улучшается усвоение из жиров. Находящиеся в их клетках растительных жиры. Оболочки разрушаются. И жир становится более доступен вашим пищеварительным ферментам. И усваиваете вы не только жиры. Но и содержащиеся в них растворенные жиро- растворимые витамины. О которых я расскажу позже. А как правильно использовать компонент номер 3 из грецких орехов. Вы узнаете прямо сейчас. Компонент номер 3 по количеству грецких орехов. Это углеводы, в основном полисахарид, крахмал. И такое небольшое количество позволяет использовать грецкие орехи даже при сахарном диабете. Но и в этом случае крахмал может навредить. Потому как очень сложно обеспечить его полноценное переваривание. Для этого нужно совершить несколько последовательных действий. Иначе когда крахмал уходит в кишечник. На нем активируется патогенная микрофлора. Обостряется дисбактериоз кишечника. Токсическая нагрузка раздражает поджелудочную печень. Обостряется пандериатит. Жировой гепатоз. Театогепатит. Гепатит. Кандидозные инфекции легко развиваются. На таком великолепном, правильном питании. Правильном, конечно, в кавычках. Поэтому, чтобы не обострить всю обозначенную патологию. Можно совершить несколько действий. Действие номер один. Вы орехи должны обязательно подогреть. Это обязательное условие. Второе действие. Вы должны их тщательно пережевать. Будете вы жевать их самостоятельно орехи. Либо вначале их измельчите. Но пережевывание никто не отменял. Только в этом случае. Вы в большей степени обеспечиваете переваривание крахмала. И профилактику всех тех рисков, которые я уже обозначил. А какие еще важные компоненты? Компонент номер четыре. Находится в редких орехах. Он тоже очень важен. И его тоже важно правильно использовать. Вы узнаете прямо сейчас. Компонент номер четыре в редких орехах. Это клетчатка. Ее относительно немного. Полтора процента. Но. Она все равно выполняет свои функции. Как сорбент. Улучшает перистальтику кишечника в какой-то степени. Потому как орехов много не съешь. Но. Только в том случае. Если вы ее активировали. То есть предварительно подогрели. В этом случае вы в полной безопасности. Поджелудочная ваша легко пропустит. А вот какие еще. Очень важные компоненты. Я бы сказал. Группа компонентов. Которые. Неизменно поступают с грецкими орехами. И ими важно правильно использовать. Вы узнаете прямо сейчас. Очень важная группа соединений в грецких орехах. Витамины. Есть водорастворимые. Есть жирорастворимые. Среди водорастворимых. Есть витамин ВВВ. Есть витамин С. Но. Ошибочно считают. Что грецкий орех. Можно рассматривать. Как прекрасный источник витамина С. Потому как. Его содержание в грецких орехах. 300 миллиграмм процентов. Это в три раза больше. Чем в лимонах. Но. 100 грамм лимона съесть можно. И получить 100 миллиграмм витамина С. Даже 30 грамм зеленого околоплодника. Съесть достаточно проблематично. Чтобы получить те же 100 миллиграмм витамина С. Потому как будут сдерживать другие активные компоненты. Содержащиеся в околоплодниках. И об этом я напишу одно из видео. Как правильно использовать другие части грецкого ореха в лечении. А ядро. Когда вы используете в питании. Содержание витамина С. Небольшое. И оно мало влияет на общее содержание витамина С в вашем рационе. Потому как достаточно большое употребление грецких орехов. Сдерживает другой витамин. Витамин F. И его достаточно много. В составе жирного масла. Грецкого ореха. Это полиненасыщенные жирные кислоты. Чем они ценны? Они препятствуют. Это фактически природный антиокислитель. Который препятствует прогорканию масла в сезон. Если вы правильно заготовили грецкие орехи. Правильно их высушили. И правильно хранили. Без проблем. Этот природный окислитель работает. Если его мощности начинает не хватать. В масле грецкого ореха. Заложены еще два антиокислителя. Это провитамин А и витамин Е. Они также способствуют сохранению масла в активном виде. До того момента, когда его правильно используют в пищу. После чего и витамин F, и витамин А, и витамин Е. Обладают очень широким действием на ваш уровень здоровья. Они способствуют улучшению кроветворения. Они способствуют профилактике онкологических. Кардиологических заболеваний. Улучшают зрение. Предупреждают воспалительные процессы. Усиливают активность половой системы. Если вы их правильно используете. Так как я уже об этом сказал. Правильно нужно заготовить. Правильно использовать перед употреблением в пищу. В этом случае, вы получаете максимально возможную пользу. Которая будет усилена другими компонентами. Грецкого ореха. Ядра грецкого ореха. О которых я расскажу прямо сейчас. Очень интересно содержание основных макроэлементов в грецких орехах. Пара, натрий и калий. Это активные участники водно-солевого обмена. Натрий способствует удержанию воды в организме. Калий активным потерям воды из организма через почки. Что резко меняет условия работы сердечно-сосудистой системы. Меняет вязкость и объем крови. И могло бы создать стресс для вашего организма. Но грецкие орехи используются при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Благодаря тому, что натрия и калия их относительно немного. И они присутствуют в сбалансированном состоянии. То есть они фактически создают такой фундамент для активности этой системы. Активно не меняя эту самую активность. Которую легко отрегулировать. Используя лекарственные травы. Используя фармпрепараты. И это здорово. Но! Это не единственное влияние грецких орехов на работу сердечно-сосудистой системы. Есть опосредованное влияние. Оно не видно сразу. Но дестабилизировать систему можно легко и просто. И содержание кальция и магния других макроэлементов. Оно также сбалансировано. Но в достаточно приличных количествах. Что это позволяет? Позволяет решать задачи без состояния стресса. Потому как эмоциональный стресс легко и просто. Увеличивает потребность мозга в кислороде. В питательных вещах. А кто обеспечит доставку сердечно-сосудистой системы? Точно в таком же стрессовом состоянии. И если она ослаблена, она может не выдержать. А содержание кальция и магния в грецких орехах стабилизирует активность нервной системы. Но в достаточно приличном уровне. Что позволяет не только решать ситуации без состояния стресса. Но и выходить из депрессии. Активно участвовать в интеллектуальной деятельности и других видах деятельности. Но активное участие невозможно без энергии. И еще одна пара макроэлементов как раз и обеспечивает активность процесса на любом уровне энергетическими субстратами. Потому как грецкие орехи содержат достаточно много фосфора. Что такое фосфор? Это основное вещество, которое необходимо для синтеза аденозин-3-фосфорной кислоты. Это основное соединение, в которое клетка накапливает энергию вне процесса пищеварения. Когда новые порции пищи из пищеварительной системы с кровью не доставляются клеткам. Клетка расходует то АТФ, которое у нее есть. И превращает ее в АДФ. Аденозин-дифосфорную кислоту. Если вы вновь все еще не кушаете. Новых поступлений энергетических субстратов нет. Ничего страшного. Ваш организм может превратить АДФ в АМФ. В аденозин-монофосфорную кислоту. Это состояние все еще обратимо. Вы поели. Энергия пищи способствовала накоплению энергии в этом макроэнергическом соединении. И вновь АМФ превратилась в аденозин-дифосфорную кислоту. И все это было бы здорово. Но не могло бы состояться, если бы кроме фосфора в редких орехах не присутствовало бы железо. Многие считают, что железо это основное вещество, которое переносит кислород. Да, кислород необходим для работы клеток. Без него окисление не происходит. Но железо в этом процессе участвует еще раз. Окислительные ферменты невозможны без железа. И железо провоцирует окислительный стресс в организме. Резко расходуя субстраты, извлекая из него энергию, используя для работы клеток. Эта ситуация была бы опасной, если бы не было тех компонентов, о которых я уже рассказал. Потому как активный энергетический обмен это образование свободных радикалов в приличных количествах. Они способны нарушать проницаемость мембран и фактически дестабилизировать работу клетки. А вот как раз антиокислителями, которые работают в липидной фазе. Это витамин F, о котором я уже рассказал. А также провитамины А и витамин Е. Это основные антиоксиданты, которые способствуют безопасному излечению энергии из пищи. Не только содержащуюся в грецких орехах, но и в других продуктах питания. В других источниках энергии. И безопасному использованию, активному и безопасному использованию заложенной энергии. А вот как правильно применять грецкие орехи? Как их правильно употреблять? Чтобы все выше обозначенные положительные моменты были Вашими. А негативные проявления не состоялись? Вы узнаете прямо сейчас. Но! Прежде чем рассказать, как же правильно использовать грецкие орехи, чтобы те полезные вещества, о которых я рассказал в первой части этого видео, реально принесли Вам пользу, а не вред. Я хочу уточнить, кому грецкие орехи показаны, а кому все же они противопоказаны. Из сказанного ранее складывается впечатление, что это несомненная польза. Это так, если Вы их правильно используете, в зависимости от своего состояния здоровья. На первое место я бы поставил полость рта, состояние полости рта. Если есть воспалительный процесс или дистрофический процесс под названием парадонтоз, грецкие орехи пока Вам не показаны. Потому как ядра грецких орехов придется жевать. Жевать нужно тщательно, нужно измельчить в тонкий порошок. И пока Вы будете это делать, Вы будете раздражать десна. Вы будете провоцировать воспалительный процесс. Если же Вы попытаетесь сэкономить и не тщательно пережуете, потому как жевание грецких орехов будет вызывать болезненные ощущения в полости рта. И не до конца пережеванные грецкие орехи проглатываете. Эти плотные частицы, попадая в желудок, могут вызвать еще и обострение гастрита. Поэтому, если есть воспалительные процессы в полости рта, Вам грецкие орехи пока не показаны, а Вам путь к стоматологу. За решением проблем. На второе место я бы поставил состояние пищевода. Несмотря на то, что грецкие орехи через пищевод проходят каждую порцию 15-20 секунд. И местное действие относительно небольшое. Но! Если есть воспалительный процесс. Если есть эрозивный процесс. Если есть дивертикулит пищевода. Дивертикулы, грыжи. В этом случае грецкие орехи не очень показаны. Потому, как даже мельчайшие частицы. Рассмотренные под микроскопом. Это достаточно плотное образование. Которые будут так или иначе раздражать Ваш пищевод. И вновь Вам лучше подлечить эти заболевания. А потом использовать грецкие орехи. Слава Богу это не скоропортящийся продукт. И после урожая Вы можете до нового урожая. Правильно заготовленные орехи использовать для своего здоровья. Если же Вы игнорируете эти рекомендации. Вы можете попадать на разные варианты обострения. На третье место я Вам поставил состояние желудка. Если хронический гастрит, который есть практически у всех. Вне обострения. Будьте любезны. Грецкие орехи кушайте на здоровье. Но тщательно переживал. Если же гастрит в таком состоянии неустойчивой ремиссии. Гастрит. Гастрододенит. Эрозидный гастрододенит. Язвенная болезнь. Пока Вам грецкие орехи в чистом виде противопоказаны. Потому как с одной стороны не жевать нельзя. Крупные части ядер грецких орехов проглатывать нельзя. Они будут раздражать Ваш желудок. Если же Вы тщательно пережевываете орехи. Чтобы не получить абразив для желудка. Рефлекторно усиливается секреция желудочного сока. А грецкие орехи не самый соковпитывающий продукт. В отличие от мяса, от рыбы, от птицы. В которых текстура продукта позволяет впитать хорошо желудочный сок. И фактически его нейтрализовать. Белки грецких орехов не смогут так активно впитывать желудочный сок. И будут раздражать как частицы грецкого ореха. Так и желудочный сок Ваш желудок. И поддерживать воспаление. Поэтому есть воспалительный процесс активный. Нужно заниматься его лечением. А грецкие орехи немножечко подождут. Очень важный момент в использовании грецких орехов. Это наличие хронического панкреатита. Не самая простая комбинация белков, жиров и углеводов в грецких орехах. Может легко обострить панкреатит. Даже который до этого находился годы в латентном состоянии. И здесь единственный вариант использования. Если хронический панкреатит такой дианос Вам знаком. Используйте малыми дозами. То есть 1-2 грецких ореха. Ядра из них Вы использовали. И такое количество Ваши поджелудочные может активно не заметить, пропустить. И они полноценно переварятся и усвоятся. Более значительное количество. Учитывая то, что содержание масла в грецких орехах в ядрах около 60%. Иными словами 100 грамм грецкого ореха содержит суточную дозу жиров для человека весом 60 кг. 100 грамм грецких орехов это не так много. И вызвать раздражение этой системы в принципе относительно легко. Поэтому при наличии хронического панкреатита я бы советовал грецкие орехи использовать с оглядкой. Пропускает поджелудочное? Малыми порциями используйте. Это ценный продукт питания. Не пропускает поджелудочное? Ну, подождите какое-то время, подлечите панкреатит. И попробуйте использовать грецкие орехи в своем питании. Далее дисбактериоз кишечника и хронический энтероколит. Также не самые простые заболевания, когда в лечебном питании используются грецкие орехи. Но, если вы все же правильно будете их использовать, о чем я расскажу прямо сейчас. Эти заболевания могут спокойно отнестись к тому, что в вашем рационе есть такой ценный полезный продукт, как ядра грецких орехов. И вот как же правильно использовать грецкие орехи, вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно использовать грецкие орехи, чтобы получить максимум пользы, я обозначу цепочку, которую вы должны будете контролировать. И тогда на выходе у вас ваше крепкое здоровье без осложнений. На первое место я поставил выбор грецких орехов. Они должны быть высушены при невысокой температуре. Я бы сказал в комнатных условиях. Если у вас свои грецкие орехи, вы даже можете использовать с этой целью кондиционер. Положите на пути движения холодного воздуха, а он сухой, грецкие орехи. И они будут прекрасно сохнуть в комнатных условиях. Если же вы покупаете, ни в коем случае не покупаете грецкие орехи, которые были высушены при высокой температуре. Потому как с того момента, когда этот процесс запустился, начинает портиться очень ценное растительное масло. И у вас могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, во всяком случае с поджелудочной железой. Поэтому выбор орехов очень важен. Дальше. Как правильно чистить? Чистить нужно перед употреблением. Да, не обязательно каждый раз вы берете несколько орехов, почистили и съели. Так тоже можно. Но можете очистить ядер грецких орехов, скажем, на неделю. За неделю в обычных условиях ничего с грецкими орехами не произойдет. Они не испортятся и вы будете их употреблять дозированно. Очень важно этот процесс контролировать самостоятельно. Потому как грецкие орехи чаще всего не поддаются достаточно жесткой и эффективной тепловой обработке. А это значит, что когда вы очищаете грецкие орехи, имеет значение чистота рук. Если вы руки перед этим помыли, все прекрасно. Если вы где-то грецкие орехи покупаете, вы заложник ситуации, в какой степени чистоты руки были при измельчении грецких орехов. А также как они хранились до того, как вы их купили. Поэтому лучше, конечно, покупать неочищенные грецкие орехи и чистить их самостоятельно. На третье место я бы поставил правильное использование грецких орехов. Перед употреблением неплохо было бы их немножечко подогреть. Температура 40, 50, 60 максимум градусов. Где-то в этом диапазоне. При 40 градусах немножко дольше. При 60 быстрее. Ваша задача немножко подсушить грецкие орехи перед употреблением. Что это вам даст? Вы сэкономите время на жевании. Потому как жевать грецкие орехи будет необходимо. И в употреблении грецких орехов, как ни в каком другом продукте, имеет значение очень важное правило, что твердую пищу нужно пить. Вам нужно реально измельчить грецкие орехи, смешать их со слюной до кашицеобразного состояния, когда вы не ощущаете, что в вашей слюне присутствуют грецкие орехи во всяком случае не по вкусу, а по механике. В этом случае вы имеете возможность полноценно их переварить и получить полезные вещества, которые там заложены природой. И это очень важный момент. Поэтому высушивание перед тем, как вы будете кушать, очень важно. Вот впрок сушить не нужно. Потому как даже температура 50-60 градусов достаточная для того, чтобы масло начало портиться. Витамины А и Е начали окисляться. А это значит, что меньше пользы вы получите от употребления все тех же грецких орехов. Что очень важно, да, учитывать состояние здоровья. То есть те заболевания, которые могут ограничить употребление грецких орехов, лучше их вначале подлечить, а потом уже использовать грецкие орехи в пищу. Если вы эти моменты учли, вы их контролируете, в этом случае реальная польза, заложенная в грецких орехах природой, будет доставаться вам. Очень большое значение имеет количество грецких орехов, которые нужно использовать. Если есть хронический панкреатит, я бы не советовал увеличивать количество больше одного-двух орешков на прием. Если поджелудочное вас особо не тревожит, у вас пищеварительная система работает хорошо, но 4-5 орешков на один прием – это обычная доза, однократная. Вы можете один прием пищи обеспечить себе грецкими орехами, можете несколько раз в неделю их использовать. Все зависит от того, какие приоритеты в питании у вас присутствуют. Но в данном случае вы реально получаете пользу. Не стоит смешивать грецкие орехи с другими продуктами питания. Это достаточно сложный сам по себе продукт питания. И не нужно создавать более серьезные испытания для своей пищеварительной системы. А переварить или нет в такой комбинации. Грецкие орехи – гордый продукт питания, который может зайти самостоятельно в вашу пищеварительную систему. В этом случае он максимально полноценно будет переварить. А вот распространенный рецепт, все знают его, многие его знают, рецепт академика Амосова, в котором грецкие орехи играют далеко не последнюю роль. Вот как его правильно использовать? Вы об этом узнаете прямо сейчас. Часто используют известную общеукрепляющую смесь, в которой грецкие орехи представлены вместе с медом и сухофруктами. Используют изюм, курагу, чернослив, другие сухофрукты. Каждый компонент в отдельности этой смеси и все вместе – это несомненная польза для вашего здоровья. Но! В том случае, если вы знаете, в какой последовательности эти компоненты нужно смешивать, как их правильно использовать на протяжении дня и при каких заболеваниях. Потому как при одних заболеваниях они несут несомненную пользу, а при некоторых могут создать серьезную угрозу не просто для вашего здоровья, но и для жизни. Скажем, углеводный компонент – мед, курага, изюм. Они содержат, так или иначе, достаточно много калия. Калий нужен для улучшения сокращения сердечной мышцы. Калий нужен для реализации мочегонного эффекта и устранения отеков. И многим людям с заболеваниями сердца и сосудов это важно. И это польза. Но! В том случае, если нет явлений почечной недостаточности, при которых нарушено удаление калия через почки, и высокий уровень калия в кровеносном русле может остановить сердце в любой момент. И если есть явление почечной недостаточности, нужно первично контролировать уровень калия в крови, а потом решать вопрос, применять эту смесь или не применять. Очень важный компонент – чернослив. У многих людей пожилого возраста присутствуют запоры. Изюм, курага, так или иначе, ускоряют перистальтику кишечника. И часть запоров могут уменьшить. Если вам не хватает этих компонентов, добавьте чернослив. Перистальтика кишечника улучшится. И одновременно вы сохраните свое сердце и сосуды в лучшем виде. Потому, как при наличии запора, когда человек пытается тужиться, создается приличное давление в брюшной полости. Одновременно нарушается экскурсия диафрагмы, нарушается приток крови к сердцу. И могут возникнуть разные осложнения от инфаркта до остановки сердца. Поэтому этот момент важно правильно учитывать. Также важно контролировать тем, у кого высокий сахар в крови. Потому, что каждый из этих компонентов, так или иначе, приносит достаточно большое количество сахара в кровь. И чем выше уровень сахара в крови, тем больше воды сахар держит в кровеносном русле. А это объем крови циркулирующей. И опять-таки нагрузка на сердце. А выдержит ли сократительная способность сердца такое испытание. И нагрузка на сосуды. Потому, как давление обычно при этом повышается артериальное. И испытываются сосуды на прочность в разных органах и системах. Поэтому этот момент тоже нужно учитывать и правильно контролировать. Какое значение в этой смеси имеют грецкие орехи? Часто рекомендуют их добавлять в эту смесь. Я бы советовал использовать грецкие орехи в питании. Вместе с этой смесью, но в разные временные промежутки. Потому, как когда грецкие орехи добавляются в эту смесь. Они содержат достаточно много белка. А все выше обозначенные компоненты достаточно много углеводов. И у вашего желудка возникает серьезная дилемма. Что делать? Белкам орехов неплохо бы побыть с кислотой желудочного сока и с пепсинами в желудке и перевариться. А углеводы, раздражая стенку желудка, говорят, что процесс пищеварения закончен. Потому, как простые углеводы уже в желудке есть в приличном количестве. И им нужно уходить в тонкий кишечник, чтобы всосаться в кровь. Если грецких орехов окажется мало, они уходят в кишечник и подвергаются гниению. Их используете уже не вы. Те полезные вещества, которые я обозначил в этом видео. А патогенные микрофлоры кишечника. Даже небольшое вздутие живота от малой порции грецких орехов, не переваренных вами. Это токсические продукты, которые попали в кровь. Это нагрузка на сердце, потому как вздутие живота ограничивает экскурсию диафраммы. И опять-таки создает проблемы сердечно-сосудистой системы. Если же грецких орехов окажется много, сухофрукты будут стоять в желудке, хотя это маловероятно. Углеводный компонент все-таки достаточно значительный. И могут подвергаться брожению. В данном случае тоже полезные вещества вы получаете не в полном объеме. Поэтому, если хотите использовать эту смесь правильно, смешивайте мед с измельченными сухофруктами. И используйте отдельно. Можете просто ложечку этой смеси, там чайную, десертную, столовую, тут зависит от веса. Можете растворить эту ложечку в теплой водичке, выпить такой компотик. Без проблем. А грецкие орехи используйте в нужном количестве, в зависимости от тех заболеваний, которые я уже обозначил. Как самостоятельный прием пищи. В этом случае смесь приносит все свои полезные вещества в ваш организм. Максимально полноценно отдает их вам. И вы получаете приличное здоровье. А риск обострения заболеваний резко снижается. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. А я думаю что родителям отправить ссылочку нужно. Потому как смесь используется часто и чаще всего неправильно. Нерационально для здоровья. Так же можете поставить лайк. Лайк этого видео только поможет большему количеству людей его посмотреть. А я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Если вы не подписчик не забудьте подписаться. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok